Всем привет. Тюмень, город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого не входит. Расположен на реке Туре. Образует муниципальное образование город Тюмень со статусом городского округа как единственный населенный пункт в его составе. Первый русский город в Сибири. Основан в 1586 году. Носит почетное звание город трудовой доблести, согласно указу президента Российской Федерации от 20 мая 2021 года. От тюркского слова, означающего 10 тысяч. Академик Г.Ф. Миллер приводит татарскую легенду о местном князе, который то ли имел такое количество поданных, то ли мог выставить Тюмен воинов, то ли заполнил все тюменские овраги своим скотом, и так набралось 10,00 голов. По другой версии, от татарских слов Тю. Достояние. Имянь. Я. Иначе говоря, название следует перевести как мое достояние. Также имеется мнение, что название города каким-то образом может быть связано с Тумене-Ханом. 490-552. Основателем тюркского каганата. Физико-географическая характеристика. Географическое положение. Тюмень расположена на юге Западной Сибири, в азиатской части России, на обоих берегах реки Туры, левом притоке Тобола. В 205 километрах до Кургана, в 325 километрах до Екатеринбурга, в 246 километрах до Тобольска, в 437 километрах до Челябинска и в 625 километрах до Омска. Расстояние до Москвы 2163 километра, до Санкт-Петербурга – 2555 километров. Географические координаты. 57 северной широты, 65 восточной долготы. Вход в главпочтант. Высота над уровнем моря – от 48,52 метров. Отметка нуля водомерного поста в реке Туре. До 121 метра. В районе аэропорта Рощина. Тюмень находится в часовой зоне МСК плюс 2. Смещение применяемого времени относительно АТК составляет плюс 5,00. В соответствии с применяемым временем и географической долготой средний солнечный полдень в Тюмени наступает в 12 часов 43 минуты. Показать Роуслендс. Ксф расстояние от Тюмени до крупных городов. Климат по общим характеристикам относится к континентальному. Переходный от умеренно-континентального к резко-континентальному. Средняя температура января – 15 градусов, минимальная температура – 49,2 Си была зарегистрирована 26 декабря 1958 года. Количество дней с устойчивыми морозами составляет до 130. Средняя температура июля плюс 18,8 Си, максимальная летом до плюс 37,5 Си. Осадков выпадает немного, в среднем 480 мм в год, преимущественно летом. Характерна крайне резкая смена погоды. Среднегодовое количество часов солнечного сияния – 2066 часов. Первое упоминание о гербе города Тюмени относится к 1635 году. На нем были изображены лисица и бобр. В издании 1900 года «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи», внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год приводится такое описание герба. В верхней части символ и Тобольского наместничества. В синем – 1587 год. Лазуревом, 1729 год. Поле – золотая пирамида с воинскую арматурой, с красными знаменами, барабанами и алебардами. В нижней части, в синем поле – серебряная река с плывущим по ней золотой мачтю дощаником. В знак того, что от всего города начинается плавание по рекам всей Сибири. Существующий сегодня герб Тюмени создан в 1785 году. Как символ города вновь появляется в 1993 году. Официальные символы Тюмени, герб и флаг, а также порядок их использования утверждены решением Тюменской городской думы от 28 апреля 2005 года, после чего их утвердил Геральдический совет при президенте РФ и занес в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. На современном официальном гербе Тюмени в лазоревом поле на серебряном пониженном волнообразном поясе изображено золотое, плывущее судно. Дощаник. С мачтой без парусов, рулем и флюгерами с двумя косицами. Один – на мачте, другой – на носу судно. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах, дополненной внизу золотым лавровым венком. Щит держит черный бобр и лис с серебряными глазами и клыками, стоящие на золотом трофее, состоящем из алебард, знамен, барабанов с круглым щитом посредине. Девиз от всего града начинается начертан серебром на лазоревой ленте. Он состоит из трех горизонтальных полос синего, вверху, белого, в центре, и синего цветов. На верхней синей полосе, у древка, изображена фигура из герба города Тюмени, судно желтого цвета с мачтой без парусов, рулем и двумя флюгерами на мачте и на носу. Карта города Тюмень с окрестностями конца XVII века из чертежной книги Сибири, составленной Тобольским сыном Боярским Семеном Ремезовым в 1701 году. СПБ, 1882. Первые следы пребывания человека на территории современной Тюмени обнаруживаются на берегах Андреевского озера, Козловская и Кошкинская археологические культуры эпохи Неолита, и на левом берегу Туры, Саргатская культура раннего Железного века. В XIII-XVI веках на берегу реки Тюменки находилась столица Тюменского ханства Чингитура. Чингитура. Впервые название Тюмени упоминается в 1406 году в Архангелогородском летописце, Устюжский летописный свод, где говорится, Л. 215 Ап. 216. Ко времени завоевания Сибири, Чингитура уже потерял свое влияние и 1 августа 1581 года, казаками был взят штурмом. Строительство русского Тюменского острога было начато 29 июля. 8 августа 1586 года недалеко от Чингитура, по указу царя Федора Ивановича. Об этом событии в краткой сибирской летописи сказано. Тюмень была поставлена на древней караванной дороге из Средней Азии в Поволжье, на так называемом Тюменском Волоке, за который шла вековая борьба кочевников Южной Сибири. Водные артерии связывали Тюмень с землями Крайнего Севера и Далекого Востока. Первоначальное население города соответствовало его пограничному положению. Город заселялся в основном пермскими, сольвычегодскими, устюжскими переселенцами, 8. Первое место среди жителей Тюмени принадлежало служилым людям. Боярам, стрельцам, казакам. В Тюмени находилась одна из первых в Сибири имских слобод, основанная в 1605 году. В 1618 году монахом Нифонтом был основан Троицкий монастырь, 11. В первые годы город подвергался нападениям татар и калмыков. В 1640-1642 годах при воеводе Григории Борятинском центральная часть города была укреплена, образовавшаяся к этому времени слободы. Ямская, татарско-бухарская, кожевенная. Обнесены стенами, 8. Постепенно, с исчезновением военной угрозы, первоочередным занятием горожан стали ремесла. Широкого развития достигло кузнечное, колокольное, маловаренное, кожевенное производство. В 1695 году в городе произошел пожар, в результате которого деревянный город сгорел. После этого начинается каменное строительство. С 1709 года Тюмень входила в состав Сибирской губернии, а в 1782 году стала уездным городом Тобольского наместничества, с 1796 Тобольской губернии. В 19 веке одновременно с упадком Тобольска город входит в полосу расцвета. Особый импульс его развитию придало проведение в город Транссибирской магистрали. Неслучайно граф Пассет, настоявший на тюменском маршруте железной дороги, был удостоен звания почетного гражданина города. Главным городским производством в Тюмени 19 века было кожевенное, во второй половине 19 века в городе действовало до 70 кожевенных заводов. До второй половины 19 века было развито также ковроткачество, 10. Тюмень была и важным центром торговли. С 1845 года до начала 20 века в Тюмени ежегодно проводилась крупная Васильевская ярмарка. Десять в городе проходила также международная жировая ярмарка. К концу столетия действовало более десяти учебных заведений, в том числе Александровское реальное училище. Основано в 1879 году. Женское и уездное. Открыто в 1883 году. Училище, а также ряд приходских училищ, старейшее из которых, Знаменское, было основано в 1796 году, 10. В 1869 году появилась типография Константина Высоцкого, первая частная типография в Тобольской губернии. За ней последовали типографии А. Крылова, 1897. А. Афрамеева, 1910. Товарищество А. Брюханов Ик, 1910. Высоцкий издавал и первую частную газету Тобольской губернии, «Сибирский листок объявлений». 1879. В 1885 году была сдана в эксплуатацию железная дорога Екатеринбург-Тюмень, сооруженная по проекту Е. Богдановича. 1918 года Тюмень стала центром Тюменской губернии. В период Гражданской войны шли бои за город. 20 июля 1918 года Тюмень была занята белогвардейцами, 8 августа 1919 года отряды 51-й дивизии. Брюхеры вошли в город. В период с апреля по июль 1918 года, когда Тюмень была занята белочехами. А затем с 21 апреля 1920 года по 3 ноября 1923 года Тюмень была центром Тюменской губернии, с 3 ноября 1923 года по 17 января 1934 года, центром Тюменского округа в составе Уральской области. 17 января 1934 года постановлением в ЦЭК Уральская область разделена на три области, Свердловскую с центром в Г. Свердловскую, Челябинскую область с центром в Г. Челябинске и Обскоев-Тышскую область с центром в Г. Тюмени. В годы Великой Отечественной войны значительно вырос и промышленный потенциал города за счет эвакуированных из европейской части СССР предприятий. В 1942 году на Тюменском заводе номер 241 был построен единственный экземпляр крылатого танка, разрабатывавшегося с 1941 по 1943 год авиаконструктором Антоновым. Предполагалось буксировать по воздуху танк Т-60, погруженный на планер КТ. Крылья танка. В 1943 году танк был снят с производства. 14 августа 1944 года была образована Тюменская область, центром которой стала Тюмень. Во время Великой Отечественной войны в город было эвакуировано тело Владимира Ильича Ленина. Функцией мавзолея временно исполняло здание нынешней Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. В феврале 1944 года Тюменская милиция в течение двух недель собирала по городу котов и кошек для отправки в Эрмитаж. Г. Ленинград, где за время блокады развелось множество грызунов, представлявших угрозу для произведения искусства. 238 юсатых стражей было отправлено в северную столицу, где они дали начало новой популяции ленинградских кошек. После открытия в Тюменской области в 1960-х годах крупных месторождений нефти и газа вся жизнь города была подчинена выполнению нефтесервисных и транспортных функций, необходимых для обеспечения потребностей Тюменского севера. В 1973 году в Тюмени был похоронен генеральный секретарь Компартии Греции Никас Захариадис, 1903-1973. В декабре 1991 года перезахоронен в Афинах. 31 августа 1991 года после распада СССР в Тюмень был переведен Рижский ОМОН. Город разделен на четыре административных округа. 1. Восточный административный округ, 180-257, 59,9. 2. Калининский административный округ, 210-998, 204,2. 3. Ленинский административный округ, 195-579, 218,1, 4. Центральный административный округ, 197-424, 126,5. Административные округа не являются муниципальными образованиями. Город Тюмень в рамках административно-территориального устройства области является центром Тюменского района, в который не входит, составляя отдельное от него административно-территориальное образование, город. Областного значения. В рамках муниципального устройства он образует одноименный городской округ-город Тюмень с единственным населенным пунктом в его составе. Площадь территории города, в границах городского округа, составляет 698,5 километра. Из 69 848,010 гектара городской застройкой занято 16 065 гектаров, что составляет 23,010 процента территории городского округа. В составе территории городского округа входят. Земли населенных пунктов. Город Тюмени включенные в его городскую черту бывшие сельские населенные пункты. 47 012 гектаров, 67,3 процента. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 8 134 гектара, 11,6 процента. Земли лесного фонда 6 989 гектаров. 10,0 процента. Земли запаса 3718 гектаров. 5,3 процента. Земли сельскохозяйственного назначения 3579 гектаров. 5,1 процента. Земли водного фонда 355 гектаров. 0,5 процента. Земли особо охраняемых территорий и объектов 61 гектар. 0,1 процента. Органы местного самоуправления Тюмени сформированы на основании устава города, принятого в 2005 году. Главой города Тюмени является лицо, назначаемое на должность Тюменской городской думой. С 8 октября 2018 года эту должность занимает Маур Александр. Представительный орган городского самоуправления и законодательной власти, Тюменская городская дума, состоящая из 36 депутатов. Председателем думы является Евгений Борисович Заболотный. На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 18 месте из 1115 городов Российской Федерации. На 4 месте, за Уралом и на 3-м, в Уральском федеральном округе. На 1 января 2019 года численность города Тюмень увеличилась до 788 666 человек. В декабре 2019 года в Тюмени родился 800-тысячный житель города. На 1 января 2020 года численность населения Тюмени составила 807,4 тысячи человек. Демография 2012 год. В 2012 году в городе родилось 10674 ребенка. 109,7% к 2011 году. Число умерших за 2012 год составило 6134 человека. 103,0% к 2011 году. Естественный прирост населения составил 4540 человек. В 2011 году за этот же период, 3779 человек. За 12 месяцев 2012 года сложился миграционный прирост, 19,7 тысячи. Человек. Численность населения города увеличилась за счет внутрирегиональной миграции на 9,9 тысячи. Человек. Миграции из других регионов России, на 3,8 тысячи. Человек. Прироста населения из государств участников СНГ, 5,6 тысячи. Человек. Стран дальнего зарубежья, 477 человек. 2013 год. Численность населения города за 2013 год увеличилась на 23 084 человека и составила 680,1 тысячи. Человек. За 2013 год в городе родился 11,101 ребенок. 104% к соответствующему периоду 2012 года. Число умерших за 2013 год составило 6,006 человек. Что на 2,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года. Естественный прирост населения составил 5,095 человек. В 2012 году за этот же период – 4,540 человек. За 2013 год миграционный прирост составил 17,989 человек. Численность населения города увеличилась за счет внутрирегиональной миграции на 9 385 человек, международной миграции – на 5 640 человек и миграции из других регионов России – на 2 964 человека. 2014 год. Численность населения города за январь-май 2014 года увеличилась на 8 392 человека и составила 699,5 тысячи. Человек. За январь-май 2014 года в городе родилось 4760 человек. 110,7% к соответствующему периоду 2013 года. Число умерших за январь-май 2014 года составило 2530 человек. 100,9% к соответствующему периоду 2013 года. Естественный прирост населения составил 2230 человек. В 2013 году за этот же период – 1793 человека. По результатам исследования Департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ 2015 и 2016 года Тюмень была признана городом с самым высоким качеством жизни в России. Фактическое исполнение доходной части бюджета за 2019 год составило 30,449 миллиард рублей. Расходы бюджета города за 2019 год исполнены в сумме 31,850 миллиард рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в период январь-декабрь 2019 год составила 63,451 рублей. В 2017 году крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 271,428,1 миллиона рублей. Наибольший объем отгруженной продукции приходится на производство нефтепродуктов. Антипинский МПЗ. Значительная доля отгруженной продукции приходится на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере производства машин и оборудования, готовых металлических изделий и электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Четырехзвездочными гостиницами в Тюмени можно назвать парк-отель «Лето-Лето» 2018, отель «Макур Тюмень-Центр» 2015, бизнес-отель «Евразия» 2009, отель «Ремезов» 2010, гостиницу «Хилтон», произведена реконструкция бывшей гостиницы «Тюмень», построенной в середине 1990-х годов, и гостиницу «Спаская» 2012, входящую в свободную международную сеть «Бест Вестерн», крупнейшая гостиница города и главный игрок сегмента «Три звезды», отель «Восток». Бывшая гостиница «Восток» по стройке 1960-1970-х годов. Три звезды имеет гостиница «Нефтяник». В Тюмени проектируются или строятся несколько гостиниц, которыми будут управлять международные сети «Экор», «Мэрот», «Карлсон-Роседор», «Домино». Кроме этого, в городе расположено несколько десятков малых неклассифицированных гостиниц, среди которых «Битце», «Колос», «Солнечный ветер», «Искра», «Таежная домашняя», «Юрга», «Тура», «Астория», «Кентавр». В городе также предлагают свои услуги около 12 различных бюджетных молодежных мест размещения. Хостел, среди которых дом-хостел у дедушки Ленина, хостел «Тюмень», «БМ», «Мюсли», «Гуд Хастел», «Лайк Хастел» и другие. В городе также работает множество частных предпринимателей, предлагающих свои квартиры в аренду посуточно. Окружная автодорога «Обход Г. Тюмени», соединяет дороги 351 рубль, 401 рубль, 402 рубля, 404 рубля, М51 и обеспечивает проезд транзитного автотранспорта, минуя Тюмень. Автодорога «Тюмень», «Каменка Г.Р. Свердловская область». Примыкает с запада, на подходе к городу называется Ирбитским трактом. Автодорога «Тюмень», «Салаирка Г.Р. Свердловская область». Примыкает с севера-запада, на подходе к городу называется Салаирским трактом. Автодорога «Тюмень», «Нижняя Тавда», примыкает с севера, на подходе к городу называется Вележанским трактом. Автодорога «Тюмень», «Криводаново», «Стратобольский тракт», 3-4 техническая категория. Автодорога «Тюмень», «Боровский», «Багандинская», 2-3 техническая категория. Автодорога Обход Г.А. Тюмень, 1 техническая категория. Автодорога Труфаново, Воронина. Автодорога Княжево, Верхний Бор. Автодорога Подъезд к поселок. Березняковскому. Междугородное и пригородное автобусное сообщение осуществляется от автовокзала Тюмени. Главными воздушными воротами города является Международный аэропорт Рощина, который имеет статус федерального значения и допущен к приему 17 основных типов воздушных судов и всех типов вертолетов. В 1998 году здание аэропорта было реконструировано, в нем был выделен Международный терминал. Последняя реконструкция воздушной гавани Тюмени была произведена в 2016 году. Тюмень – железнодорожный узел на Транссибирской магистрали, от которой здесь ответвляется линия на Тобольск, Сургут, Нижний Вартовск. От города расходятся железнодорожные ветки на Екатеринбург, Новый Оренгой, Нижний Вартовск, Омск. Впервые железная дорога пришла в город в 1885 году. Современное здание железнодорожного вокзала было построено в 1974 году. В 2003-2010 годах здание вокзала подверглось капитальной реконструкции и ремонту. С 11 июня 1970 года до 5 октября 2009 года курсировал троллейбус. До 2020 года. Закрытие московского троллейбуса. Тюменский троллейбус был крупнейший из закрытых троллейбусных систем России, Тюмень стала крупнейшим в России городом без электротранспорта. Ранее таковым был город Архангельск. В советское время также существовали планы создания в быстро развивающемся городе скоростного трамвая. Для транспортного обслуживания населения на территории города Тюмени действует автобусная маршрутная сеть, включающая в себя 134 маршрута общей протяженностью 2131,80 километра, в том числе 87 городских и 47 пригородных. Инвентарное число пассажирского транспорта города Тюмени на 1 апреля 2009 года составляет 1152 единиц частных, в основном, и муниципальных автобусов, в том числе. Маршрутные такси – 608 единиц, автобусы пассажирских парков – 238 единиц, автобусы иной формы собственности. ООО и П – 306 единиц. Нефть и газ Тюменской области способствовали бурному росту в городе научных организаций. Еще в начале 1990-х годов численность сотрудников НИИ и ВУЗов в Тюмени составляла 11,5 тысяч человек, если добавить обслуживающий персонал, почти 18 тысяч, то есть 10% трудоспособного населения города. В областном центре располагаются несколько десятков научно-исследовательских и проектных институтов. Фундаментальная наука представлена Институтом Криосферы Земли и Институтом Проблем Освоения Севера, которые входят в структуру сибирского отделения РАН. Прикладная наука ориентирована на нужды нефтегазового комплекса. Ее лидерами являются Сургут НИП и нефть. Тюменское отделение. Тюменский филиал ООО «Газпромпроектирование», Гипротюменефтегаз, СИП НИИНП, Тюменефтегеофизика. Компания Интегра, Институт нефтегазпроект, СИП НАЦ, СИБ нефтеавтоматика. Группа ГМС. Тысячи студентов обучаются примерно по 120 специальностям в 15 высших учебных заведениях. Преподавательский корпус составляет несколько тысяч человек, в их числе доктора и кандидаты наук, профессоры и доценты. В городе также присутствует несколько десятков средних специальных учебных и профессионально-технических училищ, более 100 дневных государственных общеобразовательных учреждений, порядка 150 дошкольных учреждений. Высшие учебные заведения. Классная комната в гимназии. Тюмень. 1889 год. Тюменский государственный институт культуры. Тюменский государственный университет. Тюменский государственный медицинский университет. Тюменский индустриальный университет. Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России. Филиал Уральского государственного университета путей сообщения. В пяти крупнейших вузах города в 2008-2009 учебном году обучалось порядка 110 тысяч студентов. Сумма численности учащихся, заявленная на сайтах вузов. В 2013 году на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища создано Тюменское президентское кадетское училище. В 2015 году распоряжением правительства Тюменской области от 19 мая 2015 года номер 806 РП о создании государственного автономного общеобразовательного учреждения Тюменской области физико-математическая школа было организовано уникальное учебное заведение, ГОУТОФК. Это первая в стране школа, реализующая интенсивные учебные модули, модульное нелинейное расписание. В 19 больничных учреждениях Тюмени, включая областные и ведомственные, 4,4 тысячи больничных коек. По числу больничных коек на 10 тысяч. Человек-население областной центр занимает только 19-е место среди городов Тюменской области, а по обеспеченности поликлиниками, 9-е. Крупнейшие медицинские организации города. В КБУ Федеральный центр нейрохирургии Минздрава РФ, Тюменский кардиологический научный центр. В Тюмени представлены следующие основные религии. Православие, католицизм, протестантизм, лудаизм, ислам. В городе имеются храмы следующих конфессий и религий. Знаменский кафедральный собор. Троицкий мужской монастырь. Иллинский женский монастырь. Церковь Михаила Архангела. Крестовоздвиженская церковь. Вознесенская Георгиевская церковь. Храм всех святых. Церковь трех святителей. Спасская церковь. Не действует. Храм святого праведного Симеона Богоприимца. Храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского. Старообрядческий. Храм Рожества Иоанна Предотечи. Католические. Церковь святого Иосифа Обручника. Протестантские. Церковь христиан веры евангельской. Церковь евангельских крестьян баптистов. Духовный центр адвентистов седьмого дня. Мусульманские. Тюменская соборная мечеть. Казаровская мечеть. Матмасовская мечеть. Мечеть Абу Бакр. Мечеть Нигматулы Хаджи. Иудейские. Тюменская синагога. Временная часовня на новом месте строительства Покровского храма, угол улиц Гастелла и Баумана. Иллинская церковь в Тюмени впервые упоминается в 1586-1587 годах. В 1620 году настоятель Никон основал при церкви женскую монашескую общину. Современный Богородично-Рождественский Иллинский женский монастырь. В 1616 году монах Казанской Раивской пустыни Нифонт поставил в Тюмени за имскую слободую Преображенский монастырь. Нынешний, Свято-Троицкий мужской монастырь. Старейшие церкви Тюмени. Церковь Михаила Архангела. Первое упоминание о ней относится к 1616 году. Знаменский кафедральный собор. Первая деревянная знаменская церковь была поставлена на этом месте в 1624 году. Испасская церковь. Первое достоверное упоминание, дозорная книга 1624 года. В связи с опубликованием 17 апреля 1905 года указа императора об укреплении начал веротерпимости, были значительно расширены права старообрядцев, сектантов, представителей иностранных и иноверных вероисповеданий. Что сделало возможным возведение на одной из центральных улиц города, улицы с Паской, ныне Ленина, Православной церкви, католического костела, 1903-1906 годов постройки, Синагоги, 1911-1912 годов постройки, В Тюмени в 1912 году проживало Православных, 40-566, Старообрядцев, 330, Католиков, 312, Лютеран, 79, Армяно-Григориан, 28, Иудеев, 262, Мусульман, 985, Источник не указан 173 дня. В советское время в Тюмени были взорваны и утрачены Успенская церковь и Благовещенский собор, Александровская часовня, а также Старообрядческая церковь Пресвятые Троицы. В настоящее время Благовещенский собор, находившийся ранее на берегу Туры, восстанавливается в Восточном округе. Начавшееся в 2014 году строительство Православной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы на территории сквера Комсомольского было отменено. Строительство указанной церкви ведется на улице Гастелло. Первые протестанты появились в Тюмени в 1711 году, это были пленные шведы. После окончания Северной войны многие из них вернулись на родину, источник не указан 533 дня. С XIX века в Тюмени имеется лютеранская община. В 1918 году зарегистрирована баптистская община. Первое устное упоминание об адвентистах в Тюмени встречается в 1914 году, а первое документально зафиксированное упоминание об адвентистской общине в Тюмени встречается в 1920-х годах. В 1930-е годы были репрессированы многие верующие, почти все общины и церкви были закрыты. В Тюмени оставалась действующей до 1940 года только одна небольшая всехсвятская церковь. В годы Великой Отечественной войны отношение советской власти к религии кардинально изменилось, по всей стране были открыты церкви. В Тюмени в 1942 году власти вновь разрешили вести богослужения во всехсвятской церкви, а в Знаменском соборе – с 9 октября 1945 года. Осенью 1941 года в Тюмени появились российские немцы-лютеране из республики немцев Поволжья. В мае 1990 года была построена церковь адвентистов на улице. Димитрова. 10 декабря 2017 года освящена Старообрядческая церковь Рожества и Анна Предотечей. С сентября 2019 года в поселке Березники ведется строительство армянской апостольской церкви в честь святого месропа Машта-Цео. Имеются собственные литературные и кинематографические традиции. В 1920-е годы в Тюмени работал поэт Антон Кунгурцев. В Тюмени родился Владислав Крапивин, посвятивший родному городу некоторые свои книги. Тюмени посвящен содержащий автобиографические черты роман Михаила Пришвина-Кощеева «Цепь». Достаточно подробно о Тюмени говорится в романе Жюля Верна Михаил Строгов. Городским событием 1990-х годов посвящена серия романов «Слой» местного писателя и журналиста Виктора Строгальщикова. В Тюмени же трудится кинорежиссер Константин Одегов. Осенью 2013 года вблизи Тюмени открылся зоопарк. В июне 2018 года в Тюмени, в микрорайоне Заречной на улице. Щербакова, открылся аквапарк «Лето-лето» общей площадью 130 тысяч. КВМ. Крупнейший аквапарк в России. 15 ноября 2018 года Тюмень возглавила рейтинг российских городов с лучшими дорогами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Суперджоп». Тюмень стала абсолютным лидером рейтинга с недосягаемо высоким средним баллом 4,25. 26 ноября 2018 года Тюмень заняла первую строчку рейтинга российских городов по качеству жизни. КВМ. Союз, чемпион высшей лиги КВМ 2014 года. В городе находятся 17 объектов культурного наследия федерального значения, не считая объектов в составе комплексов. Из числа особо охраняемых природных территорий в городе расположены ботанический сад федерального значения «Ботаническая коллекция биологического факультета Тюменского государственного университета» – 3 гектара. А также региональные памятники природы лесопарк имени Юл. Гагарина – 105 гектаров. И лесопарк Затюменский – 77 гектаров. В окрестностях Тюмени находятся около пяти горячих – 37,57 – биотермальных источников, обладающих бальнеологическими свойствами. Источники пользуются популярностью не только у жителей Тюмени, но и соседних регионов – Свердловской, Курганской и Челябинской областей. В апреле 2017 года в Тюмени установили арт-объект «12 стульев желаний», тюменцы и гости города могут выбрать один из 12 стульев, каждый из которых соответствует одному из желаний, и посидев на нем, поставит цель – загадать желание или воплотить мечту. Также одной из главных достопримечательностей города является облагороженная набережная реки Туры. Это излюбленное место прогулок и отдыха горожан и гостей города. В праздничные дни набережная становится одной из центральных торжественных площадок, здесь проводится множество концертных, спортивных и игровых мероприятий. Почетное место на набережной занимает пешеходный мост влюбленных. В 2018 году он был отремонтирован и оснащен яркой праздничной подсветкой. В городе 10 стадионов, крупнейший из которых – геолог. В 15 физкультурных и спортивных оздоровительных комплексах города в спортивных секциях занимаются более 35 тысяч детей. В профессиональном спорте город представлен следующими спортивными клубами. Футбол ФК Тюмень Первенство ПФЛ 2019-2020 Мини-футбол МФК Тюмень Суперлига Хоккей ХК Рубин Высшая хоккейная лига ХК Тюменский легион Молодежная хоккейная лига Волейбол ВК Тюмень Высшая лига ЖФК Тюмень Тюмгыл Высшая лига В регби Тюмень представлена любительским клубом «Адреналин», выступающим во Всероссийской Федеральной Лиге и в Кубке России. В городе работают семь школ Олимпийского резерва и региональный центр подготовки футболистов. В пригороде Тюмени Район деревни Мичурино Расположен крупный биатлонный центр «Жемчужина Сибири», в котором в феврале 2016 года проходил Кубок Европы по биатлону. В марте 2018 года здесь был проведен заключительный этап Кубка мира по биатлону. Тюмень также получила право на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году, однако в связи с допинговыми скандалами IBU решил лишить Россию права проведения чемпионата мира. Всего за период с 1867 года и до наших дней звания почетный гражданин города Тюмени получил 51 человек. В настоящее время звание почетного гражданина Тюмени носят Второй Губернатор Тюменской области С. Собянин Первый мэр Тюмени С. Киричук Глава администрации Тюмени 1991-1993 Г. Райков Советский борец классического стиляaging Т. Чебоксаров Советский и российский детский писатель, создатель школы литературного мастерства Ф.П. Крапивин Пловец, двукратный паралимпийский чемпион И.Л. Плотников Советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук и Нестеров Советский оперный и эстрадный певец, композитор Ю.А. Гуляев Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, краевед, исследователь местной истории Ф.Е. Копылов Доктор философских наук, профессор Заслуженный деятель науки РФГФ Куцеев Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы 10 10 Яким Зачинатель Тюменского физкультурного движения, заслуженный учитель школы РСФСРПА И.А.Нидис Писатель и журналист, заслуженный работник культуры РФКЯ Лагунов Советский геолог, один из пионеров развития нефтегазового комплекса Западной Сибириэр ЮГЭ РВЕ Советский хозяйственный и политический деятель Герой социалистического труда П П Потапов Капитан Советской армии Герой Советского Союза И.А.Н. Неумоев Советский летчик-космонавт, первый космонавт в мире ЮА Гагарин Советский летчик-космонавт, один из первопроходцев космоса П и. Беляев, врач-педиатр, заслуженный врач РСФСРС. Карнацевич, статский советник и коммергер двора, тобульский губернатор Н.Л. Гандете, купец первой гильдии, предприниматель и меценат. Колокольников, купец первой гильдии, предприниматель и мецената, и. Текутев, генерал от инфантерии, организатор первой в городе промышленно-сельскохозяйственной выставки А.П. Хрущев, генерал от инфантерии, организатор проекта строительства Урала-Сибирской железной дороги Е. Богданович, министр путей сообщения России, создатель Сибирской транзитной железной дороги К.Н. Пассиет. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи. Продолжение следует...